ну найди господи новые души кто желает спасти душу то они выйдут на нас эти люди из этого содома и гаморры половина мужиков голые валяются тут смотришь на них кто-то ограбил их или раздел совершенно голые я говорю еще вы голые-то мужики кто вас раздел то тут кто-то напал и раздел мужиков то половина мужиков голые валяются здравствуйте здесь примерно 80 процентов мусульман только прибывает во славу христу слава христу во славу божию мы проповедуем христа распятого и воскресшего чтобы люди бога верили чтобы друга уважали по слову божию вот наше оружие главное оружие молитвы 100 100 вот тогда мы воевать друг с другом уже не будем когда будем молиться благословен господь я обычно тут салтырь считаю новый завет во славу божию до свидания всего хорошего новые люди появляются что-то им скажешь о боге ну как удастся вот попадается весь он какой-то киргиз или кто-то по-хорошему ни разу не выматерился это вообще достижение опять голый мужик попался кто вас раздел то какие разбойники голышом не поймешь что ли в бане все время что-то половина мужиков голые попрятались а все пьют и едят непрерывно что с вами перекреститесь пожалуйста еще раз слава христу верить не будете вас будут обманывать на каждом шагу нас надо молиться бога славить благодарить славьте бога молитесь мы попу чешем слава тебе господи слава тебе хоть один мужик одет это все голые валяются мужики около дороги процентов 50 голышом кто их ограбил непонятно чего ж там милицию это не вызовут грабители чтобы взяли голые мужики то совсем голая и все едят и пьют и дымят господи помилуй прости вот как отцы наши рассказывали нам о деле какое ты садила в одни их в одни древние ты рукою твои стрелять люди а их насадил откуда вы сами барнаул алтайский край очень приятно грузия батуми мы проповедуем христа распятого и воскресшего чтобы люди не грешили а то тут сам меня тут собрались половина мужиков голые валяются копейки не стоят даже продеть одежды нету истину благолите ну а как вот слушайте мы считаем псалмы мы послушаем давай поближе сюда только чтобы на микрофон может у них какие вопросы есть сорок третий псалом боже мы слышали ушами своими отцы наши рассказывали нам о деле какой ты садил в одни их в одни древние ты рукою твоей истребил народы а их насадил поразил племена и знал их ибо они и мечом своим приобрели землю и не их мышца спасла их но твоя десница и твоя мышца и свет лица твоего ибо ты благоволил к ним боже царь мой ты тот же дару спасение якову с тобой избладаем рогами врагов наших во имя твое попрем ногами восстающих на нас не на лук мой уповаю и не меч мой спасет меня но ты спасешь нас от врагов наших и посрамишь ненавидящих нас а боги похвалимся всякий день и имя твое будем прославлять вовек но ныне ты отринул и посрамил нас не выходишь с войсками нашими обратил нас бегство от врага и ненавидящие нас грабят нас ты отдал нас как овец на сиденье и рассеял нас между народами без выгоды ты продал народ твой и не возвысил цены его отдал нас на поношение соседям нашим на посмеяние и поругание живущим вокруг нас ты сделал нас причем между народами покиванием головы между иноплеменниками всякий день посрамление мое передо мною и стыд покрывает лицо мое от голоса поносителя и клеветника от зоров врага и мстителя все это пришло на нас но мы не забыли тебя и не нарушили завета твоего не отступило назад сердце наше и стопы наши не уклонились от пути твоего когда ты сокрушил нас земле драконов и покрыл нас тенью смертную если бы мы забыли имя бога нашего и простели руки наши к богу чужому то не взыскал ли бессил бог ибо он знает тайны сердца но за тебя умирает нас всякий день считает нас за овец обреченных на заклание восстань что спишь господи пробудись не отри навсегда для чего скрываешь лицо твое забываешь скорбь наше и угнетение наше ибо душа наша унижена до праха утроба наша прильнула к земле восстань на помощь нам и избавь нас ради милости твоей все сейчас евангелие почитаем спасибо большое спасибо а с вами связаться вы можете написать адрес электронной почты да вы зайдите на наш youtube у меня канал есть называется во свете библии во свете библии запишите запишите у нас 14 тысяч 300 роликов 14 тысяч роликов у нас это серьезно серьезно до просмотров 31 миллион вы про скайп скажите дальше а по скайпу когда если задумать и поговорить игнатий лапкин напишите игнатий лапкин это я ясно и гнатий лапкин и я один с этой фамилии один и вы на меня сразу выйдете какие вопросы духовные будут а ютуб называется во свете библии во свете библии понятно вы относитесь русско православной церкви да русско православная церковь вот если вы зарядите во свете библии напишите не youtube а сайт это наш сайт будет там я отвечаю на вопросы студентам 4124 ответа вопрос 4124 там мои книги находятся 41 книга мной написаны а в каком городе вы город борол алтайский край вот спасибо большое во славу божию вот наше главное оружие мы мы много проехали от владивостока до рис сабона я во все библиотеки дарил книги 650 городов посетили грузии были грузии в грузии в грузии у меня крестик в самом тбилиси наум борщуков еврей православный он у меня в доме обратился и стал православным батюшкой очень приятно а где живете в батуми батуми а батуми а батуми а батуми там даже я оставлял там книги мои 38 книг библиотеки до библиотеки я им оставил в тбилиси чтобы отвезли потому что мы торопились и в это в испанию португалию мы дошли до от океана до океана проехали у нас такая ситуация засилье туречины и ислама в грузии очень много приезжают и остаются у меня брат он брат у меня священник от 3 февраля было 40 лет как он священником понятно а мне 80 лет меня за слово божие сажали в пяти тюрьмах сидел пяти тюрьмах пришлось отбывать я только восемьдесят седьмом году освободился конечно но кроме того я еще распространил архипелаг гулаг брал интервью интервью репрессированную брал у меня там на сайте 3467 моих стихотворений и в одном я там ленина задел понятно понятно очень не понравилось они меня бы никогда не выпустили меня 26 лет только мучили психиатрии проще давили мне работать нигде не давали 35 лет я отработал и пенсии восемь тысяч 141 рубль 33 копейки почему немало осталось этому миру скоро христос придет правильно хорошие слова а вот мы и бог сказал ради избранных своих укорочу дни ну да при антихристе когда будет вот когда мы ездим какие страны то слово благословенное у нас относится грузии благословенная грузия и вот если вы будете тбилиси вы у священников спросите где отец на ум на ум а там мой он мой крестник он новый храм построил и там купель чтобы полное погружение было крестить он очень ревностный у него жена у грузинка не но не но ухты и него какое имя выбрал на ум ну да имя такое выбрал святая не может быть же было ну вот просветительный собора вот наше оружие наше оружие вот какое правильно будем воевать вместе на дом полку во славу божию спаси христос спасибо спасибо большое аллилуйя вы заходите на на наши ресурсы заходите по скайпу и гнать и лапкин во свете библии слава тебе большое аллилуйя бог в помощь вам аллилуйя спасибо слава христу спасибо слава богу слава богу так все хорошее все хорошее так еще покажи сесть мы ночной не могу я урали сижу если сейчас свет зажжу ну зажги свет еще полуголые голые там сидите мы пришли вам благую вещь о боге рассказать только не ругайтесь нет мы одетые ну давай попробуй выйти оттуда я не могу на улицу ночь все равно не видно будет ну так плохо то конечно не видно ну а как с вами разговаривать когда я не вижу вас служу по контракту ну тогда слушайте внимательно раз я вас не вижу вы можете зайти на наши ресурсы youtube называется во свете библии запишите во свете библии игнатий лапкин это я у нас там 14 тысяч роликов ролики ролики обо всем о жизни как мы строим православную деревню как идут занятия я начальник детского лагеря 45 лет православный лагерь один такой на всю страну был как воспитывают дети как они там катаются на лошадях на лодках как работают как ягоды собираем как с вами откуда барнаула тайский край барнаул да это башкирия да зачем же башкирия то новосибирь где рядом с южнее понял понял я просто сам с башкирии ну башкирия то там центр уже это алтайский край ну я понял понял вот а чё же так вы в темноте то как же там жить то можно да мы просто брали сидим на охране где не сидят они в машине сидят в урале на охране в армии в адах это не одни ваши многие саха то еще все в урале сидят что ли ну да на улице холодно ну ладно может быть и так так вы только не за не забудьте запишите себе там лампочку зажгите во свете библии игнатий лапкин а когда думаете если нужно будет вопросы срочно по скайпу зайдите и игнатий лапкин два слова в скайпе вы меня сразу найдете я один с этой фамилии именем тогда мы отходим от вас сюда до свидания с богом ну-ка давай еще посмотрим слава тебе боже наш слава тебе вот я сел что меняется выключать включать легче все мертвые валяются люди раздетые кто их раздел слава тебе боже наш слава тебе и все пьют и все едят как будто с голодухи люди пришли даже удивительно как будто из одной семьи вышли это не один не два сотни людей раздетые открыто блуд творят показывают органы половые сумасшедшая чат рулетка собрали блудников со всей страны наверное до света всего мира даже поговорить пару слов сказать о боге некому совершенно не не верующие люди а я сатанист но умрешь что сатаной в озере огненном будешь мучиться я сатанист а я язычник другой язычник то есть видимую природу обогатворяет они бога истинного как черви подземные шевеляться перед тобой даже пару слов сказать некому восемьдесят процентов на мусульмане я говорю а вы то зачем здесь собрались жеребцы вот как я груз у тебя дома четыре жены вам ваш руководитель оставил и за них надо колым платить а тут 44 все голые и ноги поврось вы сюда и пришли чужих кобыл чешите от осадом и гамора господь выживет это место которое собрали со всего мира блудники слетелись суда слетелись как коршуны на падаль совершенно не верят в бога я считаю евангелие считаю псалтырь а они хохочут как судный день будут отвечать слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе господи счастье поклонение слава и благодарение во веки веков а аминь господи боже наш хвала тебе дивны дела твои господи прости нас и помилуй прости и благослови и найдите души которые способны были слышать слова евангелия найди господи услыши нашу мольбу и тех кто молится о нас вот с такой скоростью не трогаю меняются люди слава тебе боже наш слава тебе через 30 человек только с одним можно поговорить остальные на полсекунды не задерживаются голые готовые к скрещивание голодные все пьют и я готовится к подвигу силу отдавать кому-то будут вот что такое что такое мы пришли сюда людям рассказать о боге а говорить то некому вот как будто бы с ума сошли прямо открыто голые совокупляются показывают половые органы взрослые дядьки процента 80 мусульмане тут набились половина голая да разве бог желает чтобы ты был садомитом аллилуйя слава тебе боже наш слава тебе что испугались грешники слава христу во веки слава что наверное совсем не верующая да у вас в городе или где там церковь то есть вы можете если с вами разговаривать буду вы можете без матерков обойтись чтобы следить не один не заругался а зачем вы находитесь вот в этой пропасти адской ущелье тьмы и мрака потому что человек не знающий бога здесь он находит свою среду как червя навозная раздетая слава тебе боже наш слава тебе хвала тебя наш господь благодарим тебя наши иисус за все твои милости и щедроты помилуй нас научились прятать все грешники вставайте чтобы вас видно было я вам буду рассказывать о боге как жить правильно как любить христа мы все умрем и они будут в одумающихся а другие со христом царстве небесном вы должны беречь себя чтобы господь сохранил вас быть послушными богу считать евангелие ходить церковь божию и господь помилует просить прощения у бога в церковь то видно не ходишь смеешься да не совсем еще не знаешь а попроси чтобы мама сводила в церковь православную сейчас пост идет ничего молосного не ешьте не мясное не молочное не яйца а уже через 7 недель будет пасха христова никогда не обманывай только потому что всякая неправда есть грех видишь как вот как вот что делается вы только не ругайтесь чтобы я не господь всех зовет покаяния сходите в церковь там познакомьтесь с батюшкой там есть воскресная школа русская православная церковь и вот так и когда в школу уходишь никому домой не заходи там беда тебя ждет везде обман пойдешь положи три поклона перекрестись вот так вот и скажи мама благослови меня я пошла и нигде не заходи никуда домой сразу беги чтобы не было беды с тобой человек который послушен родителям он благословляется перед богом ну ладно до свидания до свидания с богом храни вас господь да помилует господь аллилуйя все вы достаньте евангелие считать в церкви там есть молитва слов как молитву правильно считать с богом так сообщить о нарушении да мы шучем слава тебе боже наш слава тебе хвала тебе наш иисус великие дивные дела твои господи хоть один человек одеты а то все все раздеты как будто бы где-то грабежи прошли и вот здесь я посмотрел процентом 80 мусульмане я им говорю а вы то зачем здесь вот это я говорю я тебе объясню зачем ты только знаешь зачем я говорю тебе дома разрешается иметь четыре жены слава тебе боже наш слава тебе это все само движется хвала тебе наш господь слава тебе боже наш слава тебе ну-ка вылазь оттуда что спряталась то видишь как такие условия есть чтобы не прятались а наоборот все прячутся почему грех творят вот тут тоже раздеты где-то кто напал разбойники всех раздели мужиков то беда то какая одолел их дьявол раздел полностью слава тебе наш христос слава тебе богу нашему слава да будет благословенность и дитя господи и сохрани его от всякого рода зла и греха вот она идет еще и деревья тут видится аллилуйя вы только если будете говорить без руга не можете без матерков не раз начнешь говорить и дальше начинает ругаться нам неудобно я хоть раз я хоть раз сейчас ругнулся ну заранее уже предупреждаю чтобы не было малые дети матерятся почем зря даже поговорить не с кем мы пришли людям возвестить истину что господь христос умер за нас чтобы жили по заповедям божьим а здесь половина мужиков раздеты голые как будто кто-то напал и раздел я так посчитал процентов 80 мусульман ну да они же не по нашим заповедям живут да я говорю зачем здесь ну вот познакомиться с кем знакомиться то тут я думаю 4 жены тебе официально разрешили за каждую колым платить а тут 44 раскинули ноги под деревом бесплатно ты пришел сюда причина то одна да господь любит святость и говорит не блудники не пьяницы не чародеи не любодеи царствие божие не наследует но их ожидают скажите а если я сейчас выпиваю допустим пиво это очень плохо сейчас пост идет тем более пиво а зачем только лишний живот нарастить ну согласен насчет живота но ну что мне допустим плохо не надо у человека разум с трудом добывается а он выпит тогда шатается у него верхом и низом из него выходит как я затоус говорит я сейчас слежу с собой я ничего не шатается но надо меня расслабиться расслабиться как будто завинчины день и ночь молились а теперь расслабиться слово какое придумали а мы как думаете не знаю я не знаю я себе я себе могу а себе могу сказать но я видел да что такое расслабиться когда тебя пытают когда тебе руки выворачивают когда тебя морозил а может я трудность видел больше чем вы не знаю вы же не знаете не знаю я поэтому и говорю что а как вы судить можете я не служу я говорю просто о том что вы говорите вот трудности я говорю какие дома если мы живем какие же это трудности то трудности у меня были первые дни когда первый раз меня посадили в тюрьму а когда пятую тюрьму пошел я уже был как дома ну вы же не знаете что у меня были не знаю не знаю вы не вы не рассказываете ничего но так как же вы тогда вот говорите мне я свои трудности то что у вас трудности а у других не сказали расслабиться надо я на ваши слова пояснил то я вас не обидеть хотел расслабиться понимаете вы уже неправильно трактуете да как то расслабиться значит вы затянутые на все гайки надо расслабиться вы слово сказали я его пояснил вам расслабиться что повторите что сказали слово божие я нес людям евангелие в то время запрещалось но среди изданной литературы не понял в какое время восемьдесят шестой год город барнаул алтайский край вы если заряд войдете на наш youtube вы там все прочитаете или на сайт на наш во свете библии называется сайт там мои книги 38 вы молодец какой так я проехал от владивостока до лиссабона в шестьсот пятьдесят городов подарил полный комплект своих книг на 35 миллионов вот пускай кто-нибудь повторит этот подвиг как мы с каким трудом ехали никто не расслаблялся мы молились были среди мусульман шесть республик в турции ну это кому как для бога если делаешь бог за примет а если не для бога как говорите повторите еще раз но для людей это ты во имя бога делаешь или ради славы своей ради людей ради людей во имя чего в смысле по имя чего во имя людей но во имя людей сталин ленин гитлер все во имя людей делали мусталине во имя людей еще получилось 50 миллионов сатана сглотнул во имя бога похода были во а вот во имя бога когда-то по заповедям вот все эти непрерывно пьют и едят то есть крестовые походы все правильно да да неправильно 11 походов было это люди которые в бога не верят именем христа прикрывались но крестовые походы были были во имя бога во имя сатаны а не бога так во имя они же крестовые были крестовые гитлер гитлер хотел быть священником учился сталин в семинаре учился про гитлера подождите я вам сейчас вы можете не подождите вы можете не курить пока разговариваете нет не могу ну все пока до свидания всего хорошего до свидания